Бывают ли мастера круче старорусских тренеров спецподразделений? Оказывается, бывают. Они, конечно, не тренируют войска специального назначения, но все без исключения владеют смертельными стилями. Привет, летящие в неизвестность Ягуары! В этом фантастическом, во всех смыслах видео, я вам покажу элиту заморских стилей. Начнем мы с тетеньки, которую зовут Большая Берта. Почему ее так зовут, сами догадаетесь. Она работала охранником в тюрьме, а теперь решила обучать самообороне девушек. И не только. Показывая им самые крутые и надежные приемы, которые она использовала против особо опасных преступников и рецидивистов. Конечно, с такими умениями она наверняка держала в ужасе всю тюрьму. А наркобароны, маньяки и воры в законе склоняли перед ней голову. А этот мастер владеет стилем секретных точек и может парализовать, подчинить или даже убить любого человека одним нажатием пальца. Честно говоря, я сначала думал, что он рассказывает про какой-то массаж акупунктуры, но потом увидел его несчастного подопытного ученика и засомневался. А это уже наш человек Рябко. Правда, который уже давно не наш, так как на родине его не сильно понимают и он дает семинары в других, более развитых странах, где его искусство оценят. Я даже не подозревал, что свою суперсилу можно передавать другому человеку только через прикосновение. Это же открытие для всего мира боевых искусств. Представляете, какие это открывает возможности? Идешь к чемпиону мира по боксу, он дает тебе один раз в печень и все. Ты овладел всеми навыками, которые у него были и теперь сам можешь стать чемпионом мира. А мы-то десятилетия тратим впустую. А эти навыки как раз для заморских, хлощеных ребят то, что нужно. Типа случайно заставил их обняться, потанцевать. Ну и дальше уже видео для запрещенных сайтов. Мне кажется, что это чересчур даже для великого мастера вселенских пельмей. Дотрагиваться до ноги противника, который на тебя нападает, спокойно наклоняясь в поисках точки пяти стихий на левой ягодице правой ноги, может только питон, осознавший путь муравья. Доктор Джон. 16 лет каратэ и мастер смертельного касания Дим Мак. В чем он доктор, непонятно. Насколько я знаю, в боевых искусствах пока что научных степеней не дают. Хотя что там в секретных школах творится, я не знаю. Меня туда не пускают. А сейчас доктор показывает, как с помощью своего секретного искусства он может отключить мозг человека, отправить его в нокаут легким нажатием или даже убить. В примере, если я ударил его, он будет. Если я ударил его, то я мог бы закрыть его, если я ударил его, то он не может пройти в каком свете. Как же классно он заливает. Паралитический удар, разрывающий удар, уничтожающий удар и еще 9 техник Димака, которыми он может убить. Все-таки эти ребята доктора по балабольски. А это великий мастер Дилман, который своим уровнем превосходит даже Рябко, а может и нет. Для этого нужно точно измерить их талию, ведь все великие мастера соревнуются именно в этом, так как соревноваться в мастерстве уже невозможно, из-за недосягаемости вселенских познаний их навыков. Обратите внимание, что на этом семинаре сидят даже дети лет по 10, а он втирает просмертельные точки и удары по сонным артериям с помощью энергии Чи. В общем, в школах теперь точно опасно, ведь эта школа так как не калаш схватит, так по сонной артерии стулом заедет. Чи, it flows throughout the body. Without it, you don't function, and it's a radio wave. And he's able to drop just about anyone using applications of pressure to certain points along the body. But he can't take it there. He's probably weak right here. Дилман claims to have adapted this technique to where he can knock a person out without having to touch them. На один из семинаров Дилмана и его учеников пришли два культурных скептика и сказали, что они не упадут от энергии Чи. И знаете, что произошло? Они не упали. Правда, потом мастера говорили, что бесконтактное энергетическое воздействие не работает с теми, кто в него не верит. Вот это открытие. То есть мастера сами говорят, что от этой техники падают только ученики, которые в нее верят. А нафига она тогда вообще нужна, если ее можно применять только между двумя полоумными, которые друг друга выключают? Кстати, на одном из своих семинаров Дилман рассказывал о том, что его ученики могут перебить все, что угодно. Камни, бетон, железо и даже горлышко пластиковой бутылки Кока-Колы. Вдумайтесь, как можно перебить горлышко пластиковой бутылки? При этом он очень красиво говорит о том, что он сам перебить ничего не может. Но он говорит своим ученикам, как это сделать, и они это делают. Просто потому, что человек имеет белый или белый бутылки, не означает, что он может перебить то, что я могу перебить. Я могу показать вам как-то все, что я не могу перебить. Я учитываю студенты, которые делают это. Я taught их, как. Например, я учитываю студенты, который был перебить бутылки. Я учитываю студенты в Охоо, знаменитый в том, что он перебил кока-кола бутылки. Вот это офигенная тема для развода. Можете так всем говорить. Например, гопникам. Сам я драться не умею, но у меня есть ученики, которые стали чемпионами мира по боксу, дзюдо и карате. Правда, они сейчас не в городе, и я тебе их не покажу. Но они есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А это вообще непостижимый мастер. Вы поняли, что произошло? Нет? Перед ним стоял гопник с дубинкой, а он типа показал вид, что снимает перчатки. А сам внутренний поток, что он не с ним, что он не будет. А вот так он уходит от любых атак и безжалостно уничтожает всех на своем пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пишите в комментариях. Какого мастер, какого мастер, какого мастер, какого мастера вы выбрали себе в учителях? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай заценят мастеров. Смотрите супер видео в описании. А если вы хотите научиться драться в домашних условиях, чтобы хоть как-то противостоять таким монстрам, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok